25 марта 2020 года. Планирую я рассказать сегодня, еще раз затронуть тему в очередной раз «Розация». Такая достаточно многоплановая и сложная патология, многоликая, надо сказать. Я много уже про нее рассказывала, и коллега моя тоже. У нас есть влог, у нас есть вебинары на эту тему. Но сегодня я как раз хочу больше уделить внимание новым каким-то тенденциям, общим каким-то моментам, потому что мир не стоит на месте. Так, пишут опять уже, что проблемы со звуком. Ну тут варианта два. Если всем остальным слышно нормально, то, соответственно, надо вам перезайти. Возможно, у вас с провайдером что-то не так. А если многим слышно, напишите. Многим не слышно, да, все нормально. Ну то есть, видимо, звук вот конкретно у вас немножечко, как говорят, лагает. Обучаясь молодежному сленгу. Но будем надеяться, что свои проблемы со звуком удастся вам решить. По-любому запись будет. Если что-то прослушали, не волнуйтесь, потом посмотрите в записи. Но обычно, если какие-то вот такие проблемы, помогает перезайти заново. То есть выйти и зайти заново. У меня тоже периодически пишут почему-то, что нестабильное подключение к интернету, хотя ничего не пропадает вроде бы. Ну, начнем со второй попытки. Значит, что такое розация? Вспомним, да. Розация – это у нас так называемые розовые угри, да, как их еще называют. На самом деле это такое очень, как я уже говорила, многоликое заболевание, которое из себя представляет, ну, по факту, изначально ангионевроз, сопровождающийся различными нарушениями кожного иммунитета, иммунного ответа. И в результате, например, колонизации такой вот кожи, не приспособленной защищаться хорошо от агрессии внешней среды, в том числе и патогены микрофлоры, к сожалению, уже потом возникают проблемы воспалений. То есть воспалительные проблемы – это паплопостулезное высыпание. Вот, поэтому классифицируют розацию, как правило, на стадии. Есть много классификаций, на самом деле, мы в предыдущем вебинаре их разбирали подробно. Вот, сейчас стараются, как бы, сокращать вот эти подтипы, убирать постепенно, и остается только основное, да, то есть это первая стадия ритоматозно-тилеангиктотическая, то есть когда есть покраснение, сначала приходящие, затем стойкие, то есть эритема, покраснение лица. Как правило, в центральной части лица это все происходит. Ритоматозно-тилеангиктотическая стадия характеризуется покраснением и уже патологически расширенными сосудами, то есть куперозом, по-другому сказать, да, можно, или телеангиктотиями, то есть в народе их называют сосудистой звездочкой. Соответственно, когда процесс усугубляется, особенно без лечения, без надлежащего ухода и без каких-то таких вот регуляторных механизмов, определяющих, как говорится, стиль жизни нашей, да, исключение триггерных моментов, которые провоцируют приливы крови к лицу, а мы о них поговорим, вспомним их еще раз, и присоединяется уже воспалительный компонент. И такая стадия называется паплопустулезная. Когда уже процесс совсем усугубляется еще хуже, да, и вот эти сосуды превращаются в такие узелки, вокруг них образуется фиброз, меняется вообще ткань сама, да, то есть как бы кожа меняет свою структуру, уплотняется, склерозируется, и наступает так называемая фематозная стадия. Больше она характерна для мужского населения, хотя сама розация больше, как говорится, затрагивает женский пол, к сожалению. И среди пациентов преобладают, естественно, к сожалению, люди с первым-вторым фототипом по Фицпатрику, то есть это белокожие товарищи. Вот, соответственно, фима – это когда образуются вот эти узлы, может быть, видели фотографии носа, да, такого, как картошка, такого всего в каких-то узловых, таких вот непонятных, да, структурах. Может быть, атофема, не только ренофема носа поражаться, может и уши поражаться, то есть это атофема называется, то есть это фематозная стадия. Ну, как правило, кстати, у женщин она редко бывает, да, то есть как бы тормозится что-то такое на папулопостулезной стадии. А вот у мужчин действительно вот эти узловые изменения, они могут возникнуть, если не удерживать эту патологию, как говорится, в узде. Вот, бывает поражение области глаз, так называемая офтальморозация. Ей занимаются чаще не драматологи, а офтальмологи, потому что присоединяются различные проблемы, которые могут привести к потере зрения, может быть, и кератиты, изменения роговицы, и вот этот хронический воспалительный процесс. Он затрагивает не только кожу, да, поэтому здесь присоединяются уже смежные специалисты. Ну, и в особые формы иногда выделяют, например, лупоидную розацию, то есть когда условно туберкулез кожи, то есть гранулемы образуются, или стероидную розацию, когда розация является результатом бесконтрольного и длительного зачастую применения глюкокортикоидов, особенно фторированных. Соответственно, с чем, как правило, диагностику проводить, да, потому что очень часто вопрос такой возникает, ну, многие читают, особенно те, кто к медицине не имеет никакого отношения, что розация, вот у всех подряд розация, выскочило там три прыща, чуть щеки покраснели, да, и уже, значит, решают, что у них розация. Вот, на самом деле, очень много патологий могут, в общем-то, иметь приблизительно похожую клиническую картину, тоже могут быть воспаления, и тоже может быть покраснение, особенно если человек какими-то агрессивными средствами их, соответственно, кожу свою дербанит, если можно так выразиться, да, очень любят пациенты с акне какие-нибудь пересушивающие и убивающие напрочь микробиом препарата использовать, опять-таки, бесконтрольно. Чем более жестокий будет уход за кожей, тем считают, что лучше, вот, и, соответственно, имеют тоже покраснение в итоге и решают, что у них розация. На самом деле, агрессивный уход за кожей может привести к изменениям, характерным для розации, и, собственно, это будет как причина, да, этиологическая, как агрессия внешней среды, но не всегда это так, потому что все-таки должна быть определенная предрасположенность, сосуды должны быть со слабой стенкой, чтобы возникла именно истинная розация. Сосуды, как правило, у пациентов с розацией достаточно близко расположены к лицу, вот, и с чем же мы можем, например, дифференцировать? Ну, чаще всего, да, я не беру какие-то совсем уж редкие патологии, да, чаще всего. Это сибарейный дерматит, то есть, когда у нас повышенная жирность кожи, сибарейный дерматит редко бывает у пациентов с сухой кожей, у которых нет практически пор на лице, да, их незаметно, все-таки это больше жирная комбинированная кожа. Локализуется при этом высыпание в сибарейных зонах, то есть, это зачастую не только лицо, но и другие, например, да, грудь, плечи, спина, то есть, все те места, где достаточно много сальных желез, где может возникнуть фолликулит, где может возникнуть, соответственно, акне, прыщи, да, то есть, ну, сибарейный дерматит, он больше воспалительный такой компонент имеет имя, поэтому дерматит, да, а акне, это уже там изначально все-таки локальное воспаление, да, характерное. Так вот, при сибарейном дерматите, так же, как, например, при акне, при акне, как правило, есть возбудитель, и если посеять, например, из пустулы содержимое, то мы найдем, например, пропионобактерию акне, иногда адмодекоз присоединяется, клещ-демодекс может быть в большом количестве, не там один-два полудохлых, которые в норме имеют право существовать на коже, как комменсалы, а уже, как говорится, такой колонизация этими микробами, да, этими клещами, например, может быть кожа. Вот, а при розации, если мы делаем посев, зачастую эти пустулы практически стерильны, да, то есть там нет большого количества возбудителей, потому что это не первичная, да, как бы причина. Еще дифференцировать стоит, например, с атоимунными какими-то патологиями, например, с дискоидной красной волчанкой, потому что, например, эритематозная стадия розации и эритема в виде бабочки при дискоидной красной волчанке, то есть это не системная еще волчанка, да, красная, а кожное ее проявление, да, она может потом усугубиться, стать системной, когда уже поражаются там и внутренние органы, и мышцы, и суставы, и так далее. Вот, но именно в начале кожные проявления могут очень сильно напоминать розация. При этом могут возникать и воспаления, как при паплопустулезной стадии, они склонны к сливанию в такие вот очаги с киперкератозом, то есть с повышенным роговением эпидермиса. И когда вот эти чешуйки мы, например, при дискоидной красной волчанке отделяем от поверхности кожи, во-первых, это болезненно, во-вторых, это достаточно сложно, а в-третьих, на них прямо с другой стороны такие как шипики вырастают, да, то есть видны, которые, собственно, тоже характерны для вот этих вот воспалительных очагов при дискоидной красной волчанке, симптом мини-мещерского. Вот такое болезненное удаление вот этих чешуек. Дерматомиазид может тоже маскироваться под розация, но дерматомиазид, он системным заболеванием является, поэтому он не только на коже проявляется, может быть гиперемия, да, действительно, в том числе и центральной части лица, но, как правило, сопровождается еще и признаками системного поражения ткани, то есть это боли в мышцах, суставах, головокружения, то есть такое вот состояние общее меняется. Также могут быть, например, похожие симптомы, похожие на розацию, опять-таки, на эротоматозно-теленгиктотическую стадию при различных, ну, скажем так, более редких заболеваниях, есть, например, сцитоз такой заболевания, есть карциноидный синдром, когда опухоли, определенные нейроэндокринные, нейрогены, скажем так, такие нейроактивные опухоли образуются чаще всего в кишечнике, но они могут в других органах образоваться, вот, и характеризуются тоже приливами, да, но эти приливы, они очень резкие, да, как бы при розации не совсем так это происходит, и очень часто при как раз карциноидном синдроме сопровождаются еще и диареи, да, потому что зачастую, как говорится, кишечник поражается параллельно с кожей, вот, с вот этими сосудистыми проблемами, но, в общем, тоже надо держать в голове такой вариант, да, что это не розация, а какая-то внутренняя патология. Это я как раз веду к тому, что не нужно лечить розацию по интернету, да, всякими, там, как любят пациенты, прислать там фотографию или еще что-нибудь, и, как говорится, получить, надеяться получить полноценные какие-то рекомендации по лечению. Конечно же, нет, этого ни один врач за это не возьмется, потому что, на самом деле, иногда нужна помощь смежных специалистов, иногда в виде больного очно, там, наблюдая, собирая анамнез, смотря его, там, карту, различные другие, какие-то его предыдущие, да, или сопутствующие заболевания, совершенно по другому направлению мысль может пойти, да. Вот, и никогда это не догадаешься, что с пациентом какая-то такая ситуация, если ты просто видишь его фотографии и трясло его под ней, да. Значит, самый частый такой вот, самый частый момент, да, с чем путают розация, это переоральный дерматит. Вот, переоральный дерматит – это тоже воспалительное заболевание, характеризующееся воспалительными элементами, да, то есть, ну, похожими на акне. Вот, единственное, что при переоральном дерматите, да, действительно, при такой, как бы, разлитой форме может поражаться и все лицо, вот, но чаще всего все-таки наибольшее количество воспалений локализуется вокруг естественных отверстий, то есть, это рот и глаза, поэтому он называется переоральный, или там, переоркулярный дерматит можно назвать, вот. И, собственно, вокруг самих губ, например, очень характерно для переорального дерматита такой, как бы, полосочка интактной кожи, то есть, может быть, эритема, могут быть прыщи, причем для переорального дерматита характерны именно мелкие прыщички, да, то есть, микропапулы, микровизикулы, и вокруг самих губ прямо полоска белой кожи, вот. То есть, это очень такой характерный признак. И переоральный дерматит может возникать, естественно, вокруг глаз даже с переходом на веки, что тоже не очень хорошо, но это не розация. Вот. Нет изначальной эритемы, то есть, изначально все-таки воспаление первичное, а при розации всегда первичная эритема, то есть, розация не начинается с прыщей, условно говоря. Вот. И, соответственно, здесь, как говорится, врач чаще всего может это дифференцировать, а сам человек, ориентируясь только на, там, какие-то фотографии, да, которые он рассматривает в интернете и сравнивает себя с ними, вряд ли сможет, да, поэтому вот об этом я решила тоже упомянуть. Это надо понимать, что, как бы, здесь чаще всего бывают ошибки. Вот. И не всегда лечение, которое нужно при розации, например, будет хорошо при переоральном дерматите, потому что там, опять-таки, может быть, возбудитель, там, может быть, какие-то даже антибактериальные препараты понадобятся, а при розации они не всегда нужны, и чаще всего, наоборот, не нужны, потому что, помимо устойчивости к антибиотикам, еще и, как бы, самого возбудителя нет, чаще всего при розации. Вот. Как, например, от акне дифференцировать, ну, классического акне угревой болезни, то есть при розации, опять-таки, то же самое, и как при переоральном дерматите, когда мы дифференцируем, изначально начинается все с эритемы, да, то есть, как бы, при этом при розации зачастую жирность кожи вообще никак не влияет, да, то есть, это может быть нормальная кожа изначально, это может быть сухая кожа изначально, на которой нет упор вообще практически, их визуально не видно, не беспокоит в течение дня жирный блеск, и такая вот сухая кожа при розации, она еще больше будет подвержена к обезвоживанию, пересушиванию и к шелушениям. Начинается розация всегда с центральной части лица, не может возникнуть какое-нибудь пятно там на щеке или еще что-то на шее, да, и потом, когда все лицо покраснело, человек решает, что у него розация началась. Нет, чаще всего это уже какие-то или аллергические, или какие-то другие дерматиты, или если присоединяются воспаления, могут быть какие-то акноформные дерматиты, но не розация. Розация чаще всего начинается с центральной части лица, она должна там начинаться, то есть это ее локализация первичная. А при акне все-таки первоначально возникновение воспалительных элементов, папул и пустул. Причем пустулы при акне, они окружены венчиком гиперемированным, то есть это классический пустулезный, элемент, который, если он созрел, можно, например, удалить ложкой уна, а при розации больше характерны папулы. То есть, конечно, гононички, они присоединяются потом из-за того, что патогенная микрофлора начинает колонизировать, неподготовленную к защите от нее поверхность кожи, но изначально папулы. И при угревой болезни, так же, как при сибарейном дерматите, поражены сибарейные зоны, то есть не только лицо, это может быть везде, где есть достаточное количество сальных желез, то есть грудь, плечи чаще всего, вот эта часть поражается, спина, и все полное разнообразие воспалительных и невоспалительных, причем элементов, то есть комедоны закрытые-открытые, и папулы, и пустула, а при розации, как правило, комедоны отсутствуют. Вот это основные отличия. Значит, что у нас... Сейчас проверим, что у нас там с... Ну, вроде бы... Пока никто на перебои не жалуется, хотя я смотрю, интернет пропадает у многих периодически. Вот. По поводу диагностики, да, самое такое основное на этом слайде. Один и более первичных признаков надо найти, чтобы поставить диагноз розация. И один, и более вторичных признаков. Какие это признаки? Опять-таки, приходящая эритема, потом она может стать стойкой, то есть приходящая, это когда она вспыхнула лицо и прилива, и потом все хорошо. А стойкая, это когда держится краснота. Папула пустыла и телеангиоктазии. Потому что для, например, акне, ну, не очень характерна телеангиоктазия, хотя, конечно, патологии могут сочетаться, кроме розации есть просто купероз, то есть расширенные сосуды, которые уже к определенному возрасту могут появиться, и к ним может, например, возрастное какое-то акне. То есть тогда у нас и телеангиоктазии будут, и, например, воспалительные элементы, но это все равно не будет розация. И вторичные признаки – это как раз уже зуд, жжение, покалывание, это пятна, это уже вторичные проблемы, которые повлекли за собой, как говорится, вот эти вот изначальные, то есть проблемы с сосудами, проблемы с кожным иммунитетом и так далее. То есть как бы сухость, отек, причем отек при розации – это характерный признак, он может быть довольно-таки стойкий. Это как раз проявление, когда розация отрагивает область глаз, то есть офтальма розация, и уже заключительная стадия – это фима, фиматозные изменения кожи. Соответственно, вот это вот как раз те признаки, самые основные, по которым мы можем ставить диагноз розация. Но есть еще, да, вот Елена пишет, что нет звука, напишите кто-нибудь, пожалуйста, еще, есть ли звук. Вот, потому что сегодня у нас как-то, ну, видимо, сейчас вообще вся страна на удаленке, и очень сложно, да, то есть провайдером, интернет-провайдером, как говорится, потянуть вот эти все, как говорится, такую нагрузку повышенную. Ага, все, ну, есть вроде. Тогда, Елена, перезайдите туда-сюда, как бы, и, может быть, появится. У меня тоже, мне периодически компьютер предлагает отключить камеру, чтобы улучшить скорость, но я этого сделать не могу. Потом в записи вы все увидите. На самом деле, я как бы ничего здесь не показываю такого, да, так что, если не видно, например, картинки с моей говорящей головой, это не страшно. Главное, чтобы было слышно. Вот. Значит, смотрите, существуют еще методы доказательной диагностики, так называемые, то есть лабораторные всякие, и не обязательно лабораторные, а методы обследования физикального, например, да, то есть, как бы, когда мы можем уточнить при помощи определенных методик, аппаратов, наш диагноз. Вот. И понятно, что всем первично пришедшим пациентам с розацией это не всегда делается, не все они входят в ОМС, есть такие, да, какого-то экономического плана моменты, да, и иногда, ну, действительно, с первого взгляда видно, что да, вот это оно, и, в общем-то, ничего больше не нужно делать, можно назначить лечение, иногда по каким-то экономическим соображениям врач не может назначить дополнительные какие-то обследования, но он превентивно назначает, ну, наиболее, наиболее подходящую схему, вот, и, как говорится, это работает, но надо понимать, что методы доказательной диагностики есть, вот, и, соответственно, один из них, это гистологическое исследование, естественно, его не проводят всем подряд, потому что это, нам нужно взять кусок ткани, да, измененной, при этом, в принципе, на гистологии видно, да, изменения, то есть, это больше для каких-то уже исследовательских моментов, вот, и на ранней стадии мы видим расширенные сосуды, то есть, они часто бывают такой полигональной формы, то есть, такой, как оригами, можно так сказать, вот, при усугублении процесса мы видим уже извитые, такие, как бы, сосуды немножечко другой формы, да, извитые и расширенные тоже, утолщенные, видим расширение лимфатических сосудов, в том числе, они тоже страдают, эластоз, отек дермы, и, собственно, инфильтраты, да, то есть, изменения тканевые воспалительного плана, они возникают и вокруг фолликулов, и вокруг сосудов, вот, что тоже, например, если нужно дифференцировать, атакно, да, там тоже бывают, вот эти вот перифолликулярные инфильтраты, но перевускулярных нет, как правило. На поздних стадиях, соответственно, когда уже фима, да, у нас изменяется ткань, изменяется эпидермис, да, изменяется дерма, и возникает фиброз, фиброз и гиперплазия сальных желез, то есть, они тоже увеличиваются в размерах, вот, и так называемый спангиоз в сально-волосном фолликуле, то есть, спангиоз, это, когда у нас шиповатый слой эпидермиса, отекает и становится похожий на губку, вот, спанч-боб, на губка-боб, спангиоз, отсюда и название, вот, и, соответственно, вот эта вот серозная жидкость, которая там скапливается, растягивает его, соответственно, микропузыречки образуются, да, вот, и поэтому на гистологическом срезе, да, можно увидеть вот эту вот губку, да, вместо шиповатого слоя эпидермиса, ну, и вообще вокруг тоже, как говорится, не только сам шиповатый слой, но остальные могут пострадать, если разрыв идет уже межклеточных связей, вот, прекрасный способ диагностики, который доступен каждому дерматологу, это дерматоскопия, вот, дерматоскопы, они есть, маленькие, портативные, им удобно смотреть, соответственно, при эритоматозно-телингоэнгиотатическом подтипе, да, розация, мы тоже будем видеть вот эти вот сосуды полигональной формы, будем видеть вот вертикальные, горизонтально расположенные сосуды, что как раз не характерно для тех заболеваний, с которыми мы дифференцируем, например, розация, видны фолликулярные пробки, да, но они, правда, здорового человека часто видны, и можно увидеть клещей демодекс, более того, их можно даже посчитать, как под микроскопом, да, все зависит от того, какое увеличение, да, в дерматоскопе, при папулопустулезной стадии розации, сосуды будут извитые, сосуды будут расширенные, устья фолликулов, как правило, многие расширены, большинство, да, опять-таки пробки, опять-таки мелкие пустулы, пустулезные элементы будут видны, вот, также мы можем использовать, использовать исследования при помощи ультразвука, да, то есть УЗИ кожи, доплерографии, вот, и, соответственно, когда мы смотрим, допустим, в цифровом доплеровском картировании, делаем УЗИ кожи, да, мы видим, там, эпидермис, мы видим, как правило, гипоэхогенную полоску между эпидермисом и дермой, которая в норме не должна быть, да, там находиться, мы видим, если включим СДК, прямо красную полосу, много-много сосудов, инфильтрирована практически ткань сосудами, вот, и, а в норме там, ну, буквально там точечки должны, видны быть, вот этих вот сосудиков, и поэтому, соответственно, тоже можно определить, что это как раз разация, да, можем инфильтраты посмотреть на ультразвуке, да, мы можем динамику хорошо оценивать на ультразвуке, то есть смотреть, как изменяется структура, да, эпидермиса и дерма по ходу нашего лечения, вот, также можем при помощи доплерографии мерить, то есть это уже доплерография, да, другой немножечко тоже при помощи ультразвука, но это не просто цифровое доплерографирование, когда мы просто видим сосудики, да, а здесь уже мы можем посчитать объемную скорость кровотока и так далее, и как раз тоже можно сориентироваться, да, повышена она или понижена она, да, то есть как бы, потому что при эритоматозной стадии, как правило, она повышена, да, например, в пораженных участках при папулопостулезной стадии, уже таких запущенных случаях, она наоборот будет снижена, и там может преобладать венозное полнокровие. Еще существует такой метод, ну, дорогостоящий, конечно, метод, понятно, что его никто не будет использовать на уровне первичного приема в КВД, это конфокальная лазерная сканирующая микроскопия, здесь больше, когда исследуются какие-то работы, там, когда диссертации пишут, это, в общем-то, доступно, так же, как и ЛДФ, лазерная доплерская флоуметрия, вот, и можно увидеть без неинвазивным способом фактически, да, можно увидеть структуру кожи вплоть до сетчатого слоя дермы, вот, можно увидеть сосуды, можно посчитать клещей, да, если при дерматоскопии, ну, мы, может быть, увидим там что-то напоминающее клеща, вот, но, конечно, как правило, дерматоскопы не имеют такого увеличения, да, то при конфокальной лазерной сканирующей микроскопии мы их видим как вот под лабораторным микроскопом, да, и можем посчитать, сколько их там на квадратный сантиметр сидит, и живые ли они, вот, соответственно, лазерная доплерская флоуметрия, есть еще такой метод, это очень похоже на доплерографию, то есть, тоже эффект доплера, да, зависимость, как говорится, отраженного сигнала, только это лазер, а не ультразвук, от движущихся частиц, как говорится, от движущихся частицами, хромофорами лазера с такой длиной волны, является у нас эритроциты, можно тоже опять-таки измерить вот эту вот объемную скорость кровотока, то есть скорость движения дироцитов, и можно определить перфузию тканей, да, кровью. Тоже исследовательский метод такой, конечно, опять-таки, вряд ли используется для такой повсеместной диагностики, но, как бы, возможности есть. Дополнительное исследование, вот, которое как раз имеет смысл всем назначать, ну, как я считаю, да, это соскопно-демодекс, но здесь надо учесть, что люди, которые приходят первично на прием, они чаще всего уже чем-то лечились, они уже имеют в обиходе какие-то, в том числе, агрессивные, антисептические средства, и, в общем, как бы толку от этого соскоба может и не быть, если человек не подготовится, а для того, чтобы идеально взять соскоб, например, на демодекс, надо как минимум неделю, лучше вообще даже не умываться, то есть ничем не пользоваться, вот, чтобы, как говорится, кожа восстановила свою нормальную микрофлору, да, какой бы она ни была, там, плохой или хорошей, но, вот, спустя эту неделю, да, и не умываться перед, тем самым сбором, как раз, биоматериала, там, в течение этой недели, конечно, можно там ополаскивать лицо кипяченой водичкой, но некоторые рекомендуют даже вообще, там, даже контакт с водой исключить, и потом берется этот соскоб, вот, но, конечно, соскоб информативен бывает, ну, даже без такой какой-то тщательной подготовки, ну, хотя бы, чтобы накануне человек там с мылом не умылся, и то, как говорится, но тут уже, как говорится, может получиться так, что, если не информативный анализ, то выброшены деньги, вот, но, если мы в соскобе видим более пяти, а, в общем-то, при присоединившемся демодекозе, как участники в клинической картине, там уже, как говорится, их и 15, и 20, и 50, может быть, клещей на квадратный сантиметр, вот, но самое важное, что соскобы, которые просто плюс-минус имеют результат, то есть есть, нет, найден, не найден, вижу, не вижу там клеща, вот, может он дохлый, может кусок клеща, там членики только видны, вот, и, конечно, он абсолютно будет не информативен, этот анализ, потому что соскоб на демодекс информативен только тогда, когда мы можем этих зверей посчитать, вот, когда мы, это клеща-железницу, посчитаем, сколько их там, жизнеспособны ли они, да, то есть их должно быть для постановки диагноза, демодекоз именно, то есть это акариаз, такого диагноза, на самом деле, как такового, как говорится, нет, да, это разные акариазы, да, то есть это акариаз, то есть, и, так же, как чесотка, да, чесотка, это тоже акариаз, и демодекоз, это акариаз, вечется акарицидами, вот, и, чтобы установить диагноз, должно быть более пяти жизнеспособных особей на квадратный сантиметр, соответственно, если мы берем при демодекозе ресничного края глаз, да, ресничку на анализ, там должно быть хотя бы парочка клещей. А не только продукты их жизнедеятельности или какая-нибудь отвалившаяся лапка. Что еще желательно дополнительно исследовать? Делать иммунофлюоресцентный анализ на хеликобактер пилори. То есть определить наличие хеликобактера. К сожалению, нет прямых, вот прям стопроцентных доказательств связи хеликобактера пилори с возникновением такой патологии, как розаца, но очень много исследований западных и отечественных есть, по крайней мере, данные о том, что у многих пациентов с розацией, к сожалению, находят хеликобактер пилори и есть какие-то при этом еще проблемы с ЖКТ. Поэтому желательно, конечно, этот анализ использовать и по возможности элиминировать микробы из организма. при этом хеликобактер пилори, он, к сожалению, достаточно такой заразный товарищ. Если в семье, как говорится, все облизывают одну и ту же ложку, то он будет у всех, поэтому лечить надо всех контактных. Вот. Другое дело, что он никаких симптомов может не вызывать, живет, все живет там. Но вот такая ситуация может быть. Еще достаточно неплохо сделать, если человек не обследуется регулярно, не проходит диспансеризацию, исследование щитовидной железы, потому что при патологиях щитовидной железы зачастую тоже наблюдение есть, что розация у таких пациентов бывает часто. И еще есть исследования на паразитозы, то есть на инвазию лямблиями или амебами, амебиаз, лямблиоз. И иногда бывают гельминтозы тоже, вызывают похожие симптомы, но чаще всего это кожные проявления по типу аллергического драматита при гельминтозах бывают, а не розация. Но тоже исследование, в принципе, имеет смысл. Значит, по поводу медикаментозы, я не буду сейчас долго об этом распространяться, потому что эту табличку мы рассматривали на предыдущем таком большом вебинаре, который я на эту тему читала. Я расскажу лучше о том, что сейчас. Но, в принципе, вот эти все схемы, они и сейчас используются. То есть и вазопротекторы для поддержки, как говорится, сосудов улучшения микроциркуляции применяются при эритоматозной стадии. И наружно препараты с азолаиновой кислотой и так далее, и содержащие всякие косметические средства, содержащие вазопротекторы, арнику, неоцинамид, то есть тот же самый наш антикуперозный гель, тот же самый гель для сухой нормальной кожи Неос с арникой, с плющом. То есть все эти, содержащие троксирутин, антикуперозный гель, то есть все это можно использовать, если присоединяются уже воспаления, хорошо средства со слабокислым ПАЖ, чтобы не защелачивалась поверхность кожи. Что касается паплопостулезной стадии, там уже изменения некие произошли в тенденциях по схемам лечения. Поэтому если раньше классической схемой было, например, метронидозол с азолаиновой кислотой, грубо говоря, один утром, другой вечером, либо вообще как монотерапия, или там метронидозол внутрь в виде арнидозола или трихопола, и наружно в виде геля или крема, какого-нибудь, содержащего метронидозол, то сейчас от этих схем постепенно уходит, потому что они недостаточно имеют эффективность. Еще сохраняет и достаточно эффективно применение антибиотиков в субантимикробных дозах. Это действительно сейчас тоже применяется. То есть низкодозированный доксициклин. Кстати, если раньше у нас не было препаратов с низкодозированным доксициклином, которые можно применять вот так вот длительно при каких-то кожных патологиях, и использовать не антимикробную активность этого компонента, а именно противовоспалительную, то сейчас у нас зарегистрировали препарат в России, который называется минолексин, то есть действующим веществом миноциклин, который имеет 50 мг, как говорится, содержания самого активного компонента. Потому что за границей уже давно зарегистрирован достаточно неплохой препарат, причем с постепенным, инкапсулированный, с постепенным высвобождением активного компонента. Это арация. То есть там доксициклин, наподобие того, который в Юнидокс и Лютабе, который любят назначать тоже драматологи, причем назначают, как правило, в дозировках, не совсем нужных при кожной патологии, потому что есть исследования, есть наблюдения, что не обязательно назначать неделю в большой дозе или две, а потом продолжать малыми дозами, можно сразу начинать малыми дозами и не убивать, как говорится, из пушки по воробьям всю нормальную микрофлору. Потому что в субантимикробных дозах меньше побочных эффектов влияния на желудочно-кишечный тракт, меньше шансов формирования устойчивой патогенной микрофлоры за счет того, что убивается и нормально. И поэтому низкодозированные при кожных заболеваниях антибиотики, они имеют смысл. Иногда присоединяется грибковая патология. Поэтому что делать, если на Сулютаб аллергия? На самом деле бывают люди, у которых вообще аллергия на антибиотики, они не могут вообще их принимать. Им, как правило, если что-то лечат другое, используют сульфаниламидные препараты в лучшем случае. Если и аллергия на Сулютаб, то, скорее всего, и на Миноциклин будет аллергия чаще всего. Потому что здесь надо смотреть. Потому что в Юнидокс Сулютабе действует существо Доксициклин. Соответственно, если не будет перекрестной аллергии, например, с Миноциклином, хотя они из одной группы, это все тетрациклины длительного действия, то, возможно, этот препарат пойдет. Но, как говорится, при использовании антибиотиков с одной группы очень большой шанс того, что может быть аллергия и на его, как говорится, собрата по группе. Но есть вариант, вот, да, Миноциклин, например. Но это, как говорится, нет гарантии, что на него тоже не будет аллергии. А другие антибиотики, да, ну, в принципе, как резервный вариант, да, макролида и ритромицин, да, иногда назначается, вот, если наружно, там, клиндомицин назначается. Но, честно говоря, очень много, уж очень много сейчас идет наблюдений и статей, исследований, что к этой группе антибактериальных препаратов, в общем, они противоспалительным таким компонентом, как тертоциклины, не обладают, собственно, за что тертоциклины и назначают. А сами микробы, да, если хотят подействовать на микробов, то они на них не действуют уже, потому что устойчивость к ним уже выработалась, вот, популяционно, скажем так. Вот, к сожалению, это так, да. Но есть и другие варианты. То есть ни одним, как говорится, ни на одном доксициклине светклином сошелся. С тихами заговорил уже. Вот, и поэтому, в принципе, если серьезная такая форма, и, например, нет микробной флоры в бакпосеве, а что для розации как раз это достаточно характерно, то есть там может не быть микробов, вот, то назначаются системные ретиноиды, назначаются препараты серы. Иногда, если четкая связь идет с циклом и так далее, у женщин допустима терапия оральными контрацептивами, но, опять-таки, под контролем смежных специалистов, гинекологов, в том числе под контролем, опять-таки, все зависит от того, как система сверстывания крови, да, у женщин работает. То есть есть много противопоказаний к кок, да, если какая-то предрасположенность обракачественная, какие-то опухоли молочных желез, тоже уже это все противопоказано, нельзя. Вот, поэтому, собственно, ну, системные ретиноиды женщинам тоже можно применять. Другое дело, что она должна быть уверена, что она во время курса и ближайшем после него, там, хотя бы, там, месяц-два не забеременеет. На самом деле у системных ретиноидов, ну, ракутан, да, самый простой, ракутан, ракутан, много мифов вокруг них ходит, в том числе о том, что надо чуть ли не там три года потом предохраняться. Это, конечно, все неправда, потому что период полувведения любого, как говорится, из-за третиноина всего лишь там около месяца, то есть порядка 29, если не ошибаюсь, дней. Вот, поэтому, естественно, если она там через месяц после отмены препарата за беременную, ничего страшного не произойдет. Другое дело, что когда на фоне приема может возникнуть беременность, вот это очень опасно, потому что они обладают доказанным тератогенным действием, то есть вызывают мутации плода. Значит, к топическим препаратам с содержанием ретинола это в меньшей степени относится, потому что они не попадают в таком количестве, системный кровоток. Очень часто бывает, женщины в панике кидаются задавать вопросы, что «Ой, мне сделали желтый пилинг, а оказалось, что я беременна». Ну, сделали и сделали, ничего не будет. Отследить, вовремя делать скрининг в 12 недель, смотреть на УЗИ, как развивается ребеночек, все будет нормально. То есть как бы не попадает с кожи такое большое количество, чтобы прям вызвало мутации плода. Но, учитывая то, что потенциальный риск есть, естественно, никто не будет рекомендовать использовать ретинолосодержащие препараты во время беременности, планируемые или наступившие. Значит, по поводу, соответственно, теперь того, что мы имеем из более современного. Вот сейчас то, что как раз у меня сегодня главная мысль была об этом поговорить. Сейчас очень хорошие схемы идут по применению, например, сочетания вермиксина, то есть это акарицидный препарат, обладающий довольно-таки сильным противоуспалительным потенциалом. То есть он тоже снижает активность лимфоцитов, он тоже снижает количество выработку медиаторов воспаления, воспалительных цитокинов. И, собственно, метранодозол – это его, можно сказать, предшественник, и он, в общем, тоже обладает неким противоуспалительным действием, но более слабым гораздо, чем и вермиктин. И, собственно, вермиктин, коммерческое название его гель Салантра, он сейчас достаточно такой вот популярный вариант, ну, на Западе больше, чем у нас, к нам он только не так давно, в общем, пришел сравнительно, но его данные по его эффективности радуют. Особенно при присоединившемся, например, демодекозе. Вопрос от Марины. На фоне лечения системными ретиноидами тест на беременность делают только до назначения курса или каждый месяц на фоне лечения? Смотрите, если вы планируете лечение системными ретиноидами, то вы делаете тест, причем это желательно тест не по моче, а сделать анализ крови на бета-ХГЧ, чтобы 100% знать, что вы не беременны. А потом вы должны просто предохраняться так, чтобы невозможно было эта беременность. Это относится, как говорится, и к вам, и к вашему партнеру. Поэтому если у вас какие-то возникают сомнения, то опять-таки вы можете сделать анализ крови на бета-ХГЧ, он показывает практически сразу, грубо говоря, если у вас неделю как наступила беременность, то никакой анализ по моче вам не покажет ничего, а ХГЧ уже покажет. Поэтому если вдруг она, не дай бог, наступила, сразу отменяются ретиноиды, и дальше идет жесткий контроль под, соответственно, кинеколог должен в этом участвовать, ваш лечащий врач. Но лучше, конечно, не допускать таких возможностей, что на фоне применения системного ретиноида какого-то, чтобы возникла беременность. То есть там нет такого, что мы делаем анализ просто, и регуляй рванины, как говорится, а просто нужно сделать перед курсом и не допускать во время, соответственно, такой возможности. Значит, по поводу вернемся к вермектину. Существуют варианты, как монотерапия вермектином, то есть как бы, опять-таки, я это все рассказываю, сразу предупреждаю, потому что у нас, естественно, в Ютубе будут смотреть не только специалисты, но и люди, которые любят самолечением заниматься. То есть то, что я сейчас рассказываю, это не руководство к действию, ни в коем случае нельзя. Я уже в начале вебинара говорила, почему, потому что, может быть, вообще совершенно другая патология, и нужно как раз ее терапией заниматься, а вовсе не розация. Вы можете подумать, что у вас там розация или еще что-то, или там акне, и начинаете лечиться советами из интернета, надерганными там и тут, и в итоге никакого не будет результата. Можете запустить основное заболевание, например, какое-то серьезное. Поэтому здесь как раз я больше рассказываю для коллег, но, в общем, в принципе, я считаю, что информацией должны обладать все, более того, что сейчас очень много таких доступных ресурсов, которые может любой человек, в общем, прочитать, и достаточно понятно что-то озвучивается, и это поможет, например, избежать, может быть, не совсем каких-то современных назначений, или, может быть, не совсем тщательной диагностики, или еще что-то. То есть, понятно, что никто из врачей не любит, когда пациент указывает, что делать. И, я думаю, все коллеги меня понимают. Но я считаю, что врач всегда должен максимально доступно объяснить вообще пациенту, что, и для чего, и почему он ему назначает, и вообще, что с ним делает. Потому что пациент все равно будет искать эту информацию, и, возможно, найдет неправильную. И, возможно, при возникновении каких-то побочек от лечения, которые, в общем, прошли бы через неделю или две, у него снизится комплайнтность к этому лечению, то есть он не захочет лечиться какими-то препаратами, они бы могли ему помочь. Пойдет искать по интернету бабушкины рецепты, как коровью лепешку на лицо нанести. Поэтому здесь имеет смысл, конечно, всю эту информацию как-то озвучивать, но это не руководство в действии, поэтому, естественно, я не буду озвучивать ни дозировки, ни что-то в этом роде. Это мы и так все знаем. Значит, по поводу схемы с вермектином. Существует монотерапия вермектином, и, в принципе, хорошие есть результаты по данным многих исследований, в том числе есть дерматологи, которые защищали диссертации на тему сравнительных методик. И, в общем, этот препарат себя очень хорошо показывает, хотя тоже он имеет побочные действия, от него тоже может быть раздражение, от него может быть какие-то дискомфортные ощущения, но это может быть практически от всего, особенно на фоне гиперреактивности кожи, когда кожа пациента с розацией, например, реагирует на привычные раздражители, которые вообще никак бы не повлияли на кожу обычного человека, реагирует вот такой, собственно, гиперчувствительностью. Вот солнышко посветило, грубо говоря, и вот зацвел. И вот оно обострение. Выпил полстаканчика красного вина, и все, обострение на две недели. Значит, смотрите, еще помимо простой вермектина существует препарат, ну, группа препаратов, скажем так, ингибиторов кальциневрина, это пимикролимус, токролимус. И вот эти препараты как раз тоже себя очень неплохо показали при как раз комбинации с вермектином. В моно-варианте их тоже иногда назначают, когда такой аллергический компонент превалирует. Но как раз в комбинации, там, утром вермектин, вечером, токролимус, да, препарат с токролимусом, причем маленькой его концентрации, 0,03%, как раз тоже показали очень хорошие результаты. И, главное, очень хорошую посткурсовую ремиссию, да, то есть через полгода после того, как курс закончен, у пациентов не возникали обострения. Это тоже очень важно. Так вот, могу сразу тоже сказать, тоже с прицелом на тех, кто не является специалистами, слушает вебинар, токролимус и пимикролимус – это препараты не такие уж безобидные, да, они имеют фототоксичные действия, да, то есть если солнце на вас будет светить, а вы, соответственно, применяете токролимус без защиты, вот солнце хорошее, то может возникнуть, ну, в лучшем случае пигментация, в худшем даже какие-то другие, более серьезные проблемы. установлены, есть данные, да, не такие, что прям вот 100%, но есть данные в большей частоте возникновения кожных онкологических процессов, да, на фоне применения ингибиторов кальциневрина, ну, особенно длительных, особенно большой поверхности. Больше это, конечно, относится к пациентам с атопическим дерматитом, там, ну, когда применяются они достаточно долго на большой поверхности, вот, но с другой стороны лицо, оно открыто, опять-таки солнце, ультрафиолет не полезно, да, в сочетании с акролимусом или микролимусом, вот, и закрыть его совсем защитить сложно, под одеждой не спрячешь, если только там паранжу носить, вот, и это тоже на самом деле достаточно такой серьезный момент, потому что у нас люди любят даже там кортикостероиды взять, купить просто, мазь помазаться, да, о, кремчик, вот, это совсем не безобидный кремчик, так же, как и глюкокортикоиды. Но вот как раз пристероидной розации, это, наверное, единственный препарат, который, в общем-то, спасает состояние кожи людей, потому что пристероидной розации, когда вследствие бесконтрольного использования глюкокортикоидов применял пациент, соответственно, долго, и потом синдром отмены, и возникла стероидная розация, с атрофией кожи, когда вообще это очень сложно вообще потом лечить, вот, то как раз ингибиторы кальциневрина, они помогают как-то этот процесс минимизировать, да, по возможности. Вот, кроме комбинации ивермитина с ингибиторами кальциневрина, который, кстати, вот, в часть, ну, пимикролимус, он немножечко попроще подействует, да, а токролимус, он считается более сильный, но это тоже не факт, что именно его надо, опять-таки, смотрят по ситуации. Вот, но он еще и обладает, например, ну, помимо тем, что того, что он снижает выработку кистамина, серотонина, медиаторов воспаления, да, то есть именно таким вот противовоспалительным действием обладает, собственно, схожи его эффекты с ГКС, да, то есть с глюкокортикоидами. И, кстати, тоже, почему вот тоже могут быть какие-то проблемы после особенно длительного применения этих препаратов, потому что они тоже являются иммунодепрессантами, да, поэтому, опять-таки, кожа может колонизироваться, особенно при какой-то не очень соблюдаемой гигиене, какими-то патогенными микроорганизмами. Так вот, как раз токролимус, например, есть еще такой побочный эффект, он, например, токсичен для некоторых видов грибов, например, для малосезии фурфур, которые тоже иногда участвуют в, там, как говорится, принимают участие в организации воспалительного процесса на коже. Вот, соответственно, это вот такое самое новое, да, что еще сейчас, какая тенденция есть, да, азолаиновая кислота действительно продолжает применяться, как наружный препарат, но, правда, больше она как бы переходит в уход, поэтому вот мы так очень хорошо попали с нашей сывороткой стопакне в струю, потому что как раз стопакне, она, ну, по сути, наверное, была единственным до последнего времени препаратом, который содержит и уходовые компоненты, и азолаиновую кислоту, поэтому вот эту вот нашу любимую стопакне очень любят пациенты, кому не пошли аналоги, да, содержащие, там, чуть больший процент, там, у ней 10% азолаиновой кислоты, а есть препараты лекарственные, которые, там, 15-20, но они, опять-таки, у многих вызывали раздражение, шелушение, то есть какие-то побочные явления, вот, и стопакне, она более такая мягкая, щадящая, потому что там в составе и депантенол, там в составе и пребиотик, там в составе и сиборегулирующий комплекс, и вообще она такая очень мягенькая по текстуре, при этом не содержит жиров и очень хорошо переносится, вот, и сейчас тоже у нас, правда, в России не зарегистрирован, вышел, ну, не могу сказать, что прям похожий препарат, да, в виде пенки, да, финация, то есть тоже липиды, масло в воде и тоже азолаиновая кислота, тоже с хорошей, ну, согласно исследованию, да, прочитанной мной, сама не применяла, не видела даже в руках и не держала, но интересный, в принципе, такой препарат, вот, другое дело, что, например, для жирно-комбинированной кожи с липидами, да, с, ну, на жировой основе, я бы, вот, не стала назначать, да, вот, как бы, стоп-акнен, например, без жировая текстура, а вот у кого сухая кожа и вот нужна азолаевая кислота, вот, он, я думаю, хорошо пойдет, при этом не будет, опять-таки, пересушивать, пережигать, да, и вызывать вот это раздражение, то, что вызывают гелевые, там, формы, например, классические, содержащие азолаевую кислоту, вот, кроме того, сейчас достаточно активно используются лазерные технологии, да, то есть IPL, импульсный лазер широкополосный, ПДЛ, да, то есть лазер на красителе, который тоже имеет хромотофором оксигемоглобин и осуществляет селективный термолиз, ну, в частности, теренгектазии, да, сосудов расширенных, вот, но это, как бы, больше удаление косметических эффектов, нежели, как говорит, косметических дефектов, да, нежели, как бы, лечения, да, но, в общем, в принципе, имеет право на существование и достаточно хорошие результаты есть, главное, чтобы врач был опытный в использовании лазеров высокоэнергетических и АПЛ-систем, ПДЛ-систем, да, и, как бы, чтобы хуже не сделал какой-нибудь, вот, параметры, чтобы были все правильно выяснены, ну, то есть не всем это, то есть, опять-таки, это вот, но, учитывая то, что эти методики дорогостоящие, естественно, как бы, они многим недоступны по этой причине тоже, вот, что касается эритоматозной стадии вот этих вот беспокоящих людей приливов, да, в принципе, используются бета-блокаторы, используются альфа-адрена, агонисты, да, альфа-2 рецепторов, но, учитывая то, что это препараты системного действия, они имеют кучу побочных эффектов и при сопутствующих каких-то патологиях их просто невозможно назначить чисто с эстетической целью, да, то они, ну, достаточно такой, как бы, на отшибе, да, находятся и достаточно редко применяются, вот, ну, и, к нашей, как говорится, теме вебинара, чего боятся прирозаться, что нежелательно, соответственно, при розации похожих таких состояниях. В первую очередь, это агрессивные, очищающие, и вообще агрессия, как говорится, подставлять свое несчастное лицо, страдающее, к, собственно, каким-то агрессивным факторам, да, в первую очередь, это очищающие средства, у нас любит народ помываться дегтярным мылом, потереться сальциловой кислотой и так далее, но, к сожалению, учитывая гиперактивность иммунной системы, такую гиперчувствительность, да, готовность медиаторов воспаления в большом количестве просто выбежать на митинг, да, на поверхность кожи, вот, к сожалению, у нас результата от этих вот агрессивных очищающих средств противовоспалительного какого-то не будет, да, то есть и прыщи останутся, и покраснение сугубится, и вообще все будет не очень хорошо. Поэтому только мягкое очищение, вот у нас, например, в гельтейке все знают, да, кто с нами работает, наш очищающий гель, здесь как раз даже пенку мусс, вот эту нашу приятную, вкусную, вот, я даже не стану рекомендовать, а именно очищающий гель, где только один паф, очень мягкий кока-глюкозит в составе, вот, и вот им как раз можно умываться, если, конечно, врач не назначил в какой-то кратковременный период нулевой терапии, когда вообще ничем не умываться, или в лучшем случае там кипяченой водичкой ополаскивать лицо по вечерам. Вот, значит, скрабирование, скрабирование нужно, соответственно, вообще исключить для пациентов с розацией, потому что скрабы противопоказаны, да, и вот такие вот, как говорится, манипуляции, всякие похожие там, всякие перчатки там, спонжи, конжаку, коньяку, или как они там называются, ну, в общем, все, что может травмировать эпидермис. Вот, также и кислоты тоже нежелательные, вот, для использования при розации, особенно когда обострение. Вот, если нужен какой-то пилинг легкий, да, и обострения нет, можно, в конце концов, использовать энзимный пилинг, энзимную пектиновую маску нашу, или какой-нибудь порошковый пилинг энзимный, да, то есть есть варианты, поэтому не нужно использовать гликолевую кислоту или что-то такое, вот, то, что глубоко проникает и, грубо говоря, травмирует, тоже разрушает гидролепидный барьер. То есть пилинги такие, в общем, пациентам с розацией противопоказаны. Из препаратов, которые я отнесла все-таки в группу, чего не стоит применять, это мое мнение, да, но не только мое, многих других специалистов, согласно, опять-таки, исследованиям многим, уже, как говорится, проведенным, уже есть какой-то опыт применения этого препарата, я бы не стала его назначать и применять, да, потому что Мирвазодерамгель, да, который содержит сосудосуживающий компонент бремонидин наподобие оксиметазолина, да, то есть колозолит, который капает в нос для сужения, как говорится, снять отек сужения там сосудов, к сожалению, он дает очень выраженный синдром отмены, и, в общем, если мы даже и можем, ну, как можно сказать, препарат на выход, да, применить, да, вот прям вот нужно, какая-то конференция, там еще что-то, да, у человека там прилив, и вот такой бланш, синдром, да, и, в общем, использует он бремонидин разово, да, да, это может быть допустимо, но как терапию розация, да, я такой препарат не рассматриваю, потому что, ну, как бы, это симптоматическое средство, и синдром отмены там очень сильный, то же самое, когда мы постоянно капаем в глаза, потом получается атрофия слизистой, да, вместо того, чтобы насморк лечить, в смысле, в нос, естественно, вот, значит, поэтому Мирваза я отношу как раз к тем препаратам, которые не стоит применять при розации, ну, у других, например, специалистов может быть свое мнение на этот счет, и своя статистика, как бы, но, учитывая то, что синдром отмены здесь очень выраженный, и может даже превышать, как говорится, вот это клинические провеления, быть хуже, чем было до его применения, я считаю, что нет смысла, вот, соответственно, глюкокортикоиды, особенно фторированные, то есть трёмцинолон, дексаметазон, бетаметазон, это прямой путь к стероидной розации, да, действительно, ГКС применяются и при розации подобных дерматитах в состояниях, да, и иногда, когда очень, как говорится, воспалительный компонент такой выраженный, да, то есть, либо если это, допустим, розация фульминанс, да, когда прям очень резко сразу, да, такая вот клиническая картина выраженная, иногда коротким курсом ГКС применяется, да, но, как правило, там не больше недели они применяются, а если их применяют больше, там, месяца, уже это практически гарантированное присоединение вторичной инфекции, это, опять-таки, воспаление, это может быть потом синдром отмены, стероидная розация, просто у пациентов есть соблазн, да, когда они начинают применять глюкокортикоиды, особенно если они вообще не знают, что это такое, а просто вот, ну, на уровне соседка посоветовала кремчик, оно же без рецепта все продается в аптеке у нас, к сожалению, вот, поэтому пациент берет, да, ему там все помогает, у него раз все ушли вроде как воспалительные явления, да, покраснение ушло, а потом он начинает его годами применять, да, а потом он узнает, что не надо было это делать, да, отменяет его, и вот тут тебе стероидная розация с атрофией кожи, которую вообще очень сложно как-то вылечить. Соответственно, поэтому ГКС надо опасаться, да, если врач их назначает коротким курсом, чтобы снять именно воспалительный процесс, очень интенсивный, да, и потом приступить уже к лечению, потому что на фоне интенсивного воспалительного процесса не назначишь ряд препаратов, потому что от них будет еще больше вот это вспыхивание, и раздражение, и боль, и сжение, и что-то, куда пациент не сможет лечиться просто ими, да, то есть у него, он просто бросит лечиться, да, не сможет. Вот, поэтому воспаление имеет смысл иногда снять, да, и для этого действительно применяется ГКС, только, как правило, не фторированные, а уже других поколений, но при этом, собственно, их нельзя, естественно, применять длительно. Вот, различные раздражающие компоненты, то есть ментол, мята, эвкалипт, камфора, там какие-то отдушки сильные, да, какие-то там, ну, опять-таки, там, кислоты, салициловая кислота, когда в достаточно большом проценте находится, вот, в средстве, то есть это все табу для пациентов с розацией. Дарсонвализацию тоже многие любят, да, для сосудов может быть и неплохо, да, но когда уже есть розация, уже, как говорится, поздно. Дарсонвалить можно прижигать дистантно, локально пустулы, если они есть, да, или папулы, то есть именно воздействие локальное на воспалительные элементы, но ни в коем случае не работать дарсонвалем, контактным способом, вот, и обрабатывать большую поверхность кожи. Вообще все электропроцедуры, пациентам с куперозом и сразаться, они, ну, по-хорошему противопоказаны. Значит, водостойкий макияж тоже, опять-таки, и за счет самого него, он окклюзию создает, да, и хорошая питательная среда для патогенных микробов, и, соответственно, для того, что его смывать нужно тщательно, да, соответственно, опять раздражается кожа. На стойке макияж надо сначала специальным средством снять, там, гидрофильным маслом или каким-нибудь специальным средством для снятия макияжа. Потом надо умыться с гелем, да, потом протереть тоником. И вот эти все манипуляции, трение, опять-таки, особенно в период обострения, это очень плохие перспективы для усугубления процесса. Вот, провоцирующие факторы, да, провоцирующие факторы, триггеры, ну, все их знают, да, это перепад температур, это алкоголь, горячая пища, вообще вся пища, все напитки, которые там приближаются, там, 50-60 градусов, да, они вызывают прилив крови к лицу. Да, специи, острая еда, да, то же самое. Интенсивные физические нагрузки, особенно которые сопровождаются наклонами головы, там, положением вниз головой, вот, тоже, ну, и те нагрузки, которые просто вот как раз вызывают прилив крови к лицу. Эмоциональные какие-то, да, к сожалению, ну, не человек практически не может контролировать свои эмоции, вот, иногда даже для этого седативные препараты используются, но в каких-то совсем особых случаях. Но, да, действительно, по возможности как-то вот это вот провоцирующие факторы. У каждого тоже свои они, и даже рекомендуют иногда вести дневник, обострение или дневник вообще свой, да, пищевой, плюс, там, образа жизни, да, вот я съел то-то, у меня все хорошо, да, вот я съел то-то, и у меня обострение, да, а вот я вышел на солнце, и у меня тут же обострение на неделю, да, то есть, как бы, значит, для какого-то человека больше ультрафиолет будет вызывать. Кстати, это тоже триггерный фактор, поэтому всегда пациенты с розацией должны защищать кожу от солнца. Тоже вспомню о нашем прекрасном СПФ, который не выбеливает кожу, который очень хорошо защищает, который безжировую текстуру имеет, то есть для как раз тех, у кого проблемная кожа. Идеальный вариант, СПФ мультипротектор крем наш, который год уже, и очень-очень хорошо себя зарекомендовал, уже год назад его изобрели наши химики-технологи. И, в общем, очень классная штука, тоже можно использовать. То есть защита от солнца, плюс механическая защита, там широкополые шляпы, очки темные и так далее. Вот, то есть у кого-то солнышко вызовет обострение быстрее, у кого-то там стакан вина, у кого-то пробежка вокруг дома или за автобусом. Так что у каждого свои самые большие триггеры. Нет, он есть, Виктория, в продаже. Его прямо, у меня сегодня много народу, тоже сегодня в рабочем чате, тоже спрашивали клиенты, скидывали сообщение, куда пропал наш прекрасный СПФ, и он есть. Его вообще обещали к концу месяца, но я слышала, что он прямо вот уже сегодня на сайте должен быть. Поэтому с вашим промокодом можно уже заказывать. Промокод-то я вначале давала, сейчас в конце вебинара еще раз промокод, тут эту дополнительную скидку. Да, самое, есть он должен быть, мне утром сказали, что он появился. Слава Богу, я сама его люблю, но у меня еще есть флакончик. Вот, значит, по поводу сомнительного эффекта, то есть то, что назначается, но как бы не имеет особо, как говорится, эффективности, это опять-таки системные препараты, а-ля ангиостабилизирующих препаратов, скисантинол, никотинат, я считаю, гораздо безобиднее, даже обычный аскорутин. Да, да, вчера не было, Наталья совершенно верно, он сегодня появился, его привезли с производства, со склада, насколько я понимаю, сегодня утром. Вот, и на сайт его выложили. Вот, так что не беспокойтесь, у нас все под контролем. Значит, и, да, действительно, ксантинол, никотинат, он есть в клинических рекомендациях, и он как раз при эритоматозной стадии у молодых пациентов, чаще всего с увеличенными показателями кровотока, применяется, но, в общем, нет особых каких-то данных за его какую-то чудодейственность. Вот, и есть еще наш отечественный препарат белотоминал с фенобербиталом в составе, да, который является седативным средством и, в общем-то, назначается, насколько я понимаю, только в Российской Федерации пациентам старше 40, у которых как раз, наоборот, снижен объемный кровоток в пораженных областях. Но, в общем, тоже как бы, ну, не первая линия, скажем так, препарат. Вот, ну, бояться их не надо, но вот не первая линия. Вот, теперь по поводу того, что могут сделать пациенты сами, да, какие правила существуют, рекомендации, я об этом тоже уже многократно говорила, может быть, что-то я скажу сейчас, то, что не упоминала в прошлые разы, а что-то то, что уже упоминала, но так систематизировать. Мягкое очищение, тонизация, это понятно, то есть минимум, да, каких-то вот контактов с раздражающими, потенциально раздражающими веществами. Фотопротекторы вне зависимости от сезона, то есть минимум SPF 30, да, лучше 50, вот поэтому мультипротектор все ждут, в том числе пациенты с розацией, да, а уж как ждут его пациенты с жирной комбинированной кожей, с акне, да, которым вообще не подобрать такое вот средство, чтобы оно не жирнило и не забивало поры, вот это как раз такая целевая аудитория, можно сказать. Соответственно, вести пищевой дневник, и не только пищевой, но и фиксировать, искать, фиксировать личные триггеры, да, то, о чем я говорила, да, кому-то больше солнца вредит, кому-то больше пища, кому-то горячий, там, кофе или чай, кому-то, там, пробежка, вот, поэтому очень важно это фиксировать и постараться по возможности исключить. Увлажняющие и смягчающие косметические средства обязательно нужно использовать, чтобы сохранять гидролипидный барьер, при этом, естественно, при сухой коже можно больше липидную составляющую иметь в этих средствах, да, а если кожа жирно-комбинированная, то лучше приоддавать предпочтение все-таки гелевым текстурам, которые потенциально не будут забивать поры, не потребуют каких-то отшелушивающих препаратов дополнительно. Значит, после одного летнего сезона будет ли годен на второй летний сезон? Ну, смотрите, все зависит от того, когда вы его купили. Грубо говоря, если его купили в июне, и в июне же будете использовать, то да, так у него здесь вот на, не знаю, будет вам видно или нет, на флакончике есть указание, вот баночка тут, вот баночка, 12 месяцев он хранится, то есть через 12 месяцев после открытия, это я имею в виду после открытия, так он хранится 2 года, если его не открывали, а если вы уже нажали несколько раз на дозатор, уже вот это воздушные консерванты, которые воздушную пробку консервируют, уже перестали работать, вот, то, соответственно, через 12 месяцев лучше свеженький купить, вот, потому что, ну, и тем более фильтры, как говорится, они тоже имеют свой ресурс определенный, и, естественно, если уже срок годности после открытия закончился, уже кислород попал туда, то, к сожалению, могут окислиться, уже они будут не 50 давать, например, эффективность SPF, а меньше, а могут раздражение вызывать за счет того, что там может что-то, ну, как бы, просроченную косметику на лицо маски не надо, это уж точно, вот, поэтому, если год прошел, ну, вот, грубо говоря, год нормально, как бы, особенно если в прохладном месте он у вас стоял, больше года не надо его после открытия использовать. Значит, смотрите, очень хороший еще, ну, совершенно классный у нас вышел препарат, это пробиоскин, вот, как раз средства, содержащие пре- и пробиотики, пробиотики, это, значит, кусочки бактерий, да, лизат и бактерии, а пребиотики – это то, чем питаются полезные бактерии, то есть это, вот, в данном случае в сыворотке пробиоскин, это инулин, альфаглюкан, то есть, как бы, те компоненты, которые поддержат нормальную микрофлору, вот, а от состояния нормальной микрофлоры, соответственно, зависит иммунореактивность нашей кожи, да, и нормальная микрофлора не дает кожу колонизировать патогены микрофлоры, потому что они тоже являются, в общем-то, сапрофитами, клейш-демодекс живет прекрасненько на коже, и пропионной бактерии, акне, и даже она нужна в некоторых случаях, да, вот, но когда их начинает развиваться очень много, размножаться, то, соответственно, они начинают вызывать воспаление, вот, поэтому микрофлору поддерживать надо, и для этого как раз очень рекомендую пробиоскинг, кроме, естественно, вот этого успокаивающего, вот такого восстанавливающего микробиом, и вообще восстанавливающего эпидермис действия, у него есть один очень классный побочный эффект, который хорош для таких вот пациентов 40+, как я, и это лифтинг, он дает достаточно неплохой лифтинг, поэтому, в принципе, может использоваться как даже антиэйдж препарат, хотя он не позиционируется как антиэйдж. Ну, антикуперозный гель у нас тоже содержит дма и дает лифтинг эффекта, и тоже может использоваться как антиэйдж препарат без всякого купероза, но об этом уже все давно-давно знают, потому что препарат не новый. Значит, правило 30 минут еще есть такое, то есть топические медикаменты какие-то, да, особенно те, которые с заражающей действием потенциально какой-то имеют, кстати, это кролимус тоже, к этому имеют отношение препараты с азолаиновой кислотой в некотором роде, да, а особенно ретиноид, содержащий препарат, который тоже, в принципе, используется зачастую при папулопостулезной стадии розации, но как раз при розации топические ретиноиды используются чуть реже, а вот системные действительно при каких-то вот фульминатных или каких-то вот формах очень выраженных используются. Так вот, соответственно, если мы какой-то медикамент наносим, да, какой-то назначенный лекарственный препарат, то лучше это сделать через 30 минут после умывания. Вот, и вот это правило 30 минут, каждый человек потом для себя определяет, ну, какое время нужно выдержать между умыванием и тонизацией и нанесением препарата, чтобы кожа полностью высохла, так, чтобы не было каких-то вот побочек. Поэтому для кого-то это 30 минут так и остается, а для кого-то достаточно там 10 минут. И все это зависит еще от влажности вокруг и так далее. Вот, но правило 30 минут гласит, что нужно наносить хотя бы первые разы какие-то препараты через 30 минут после умывания, а потом постепенно это время может сокращать. Потому что если мы нанесем какие-то медикаментозные средства, иной раз на, ну, тот же самый токролимус, на влажную кожу, то мы можем получить раздражение для злоиновой кислоты или там топическое, адопален тот же самый. Адопален вообще надо всегда наносить через 30 минут, не раньше. Вот, кто акне, например, лечит им. Значит, чаще освежать уход, так называемый, да. Вот поэтому, за что вот я люблю гельтек? Потому что у нас есть 5-миллилитровые тюбики, есть вот эти 30-миллилитровые флакончики. И здесь как раз исключается возможность контаминации микробов при неправильном хранении или что-то в этом роде, из-за грязнения самого, как говорится, препарата внутри. То есть, когда ты расходуешь крем, например, в течение 3-х месяцев, потом покупаешь новый, он у тебя 100% не загрязнен ничем, да. Тем более, если он с дозатором, а не в банке. Тем более, с вакуумом. То есть, вот это самое для пациентов с розацией, вообще с каким-то воспалением, вот этот вот объем, это самый оптимальный вообще объем. Конечно, да, выгоднее, может быть, купить тот же самый антикуперозный гель в 100-миллилитровом флаконе, да. Но вы будете его расходовать, учитывая, что гель – это очень экономичная штука. Год, а то и больше, а то, может, как говорится, до срока после открытия вы не успеете израсходить. А вот я бы, например, брала в маленьком антикуперозный гель, потому что, чтобы он там быстрее расходовался. А потом еще очень удобно совсем маленькие вот эти тюбики, хоть это дороже выходит немножко, но если вы куда-то ездите, сейчас, правда, особо не поездишь, но, надеюсь, все образуется и будем дальше опять ездить. Собственно, очень удобно, как дорожная версия. И, соответственно, препараты, активизирующие микроциркуляцию, укрепляющие сосудистую стенку, это должно быть в повседневном и мультинном уходе у таких пациентов. То есть это все препараты, которые содержат венотоники в составе. Самый сильный из наших – антикуперозный гель, но не всем он подходит, потому что некоторые реагируют на никотиновую кислоту покраснениями, наоборот. Ну, это буквально там, может быть, 5-7% из 100%, но можно попасть в этот процент с такой повышенной чувствительностью к никотиновой кислоте. А так, конечно, в нем и троксирутин, и конский каштан, и листья красного винограда, и, в общем, и витамин С, и 2, и все, что только есть, но там есть никотинка. Но если не пошел антикуперозный гель, то его лучше попробовать перед применением, вот как раз маленький какой-нибудь купить пробничек для начала, то есть альтернатива, более мягкие венотоники у нас есть в геле для сухой и нормальной кожи Нео, а в качестве тоника для пациентов с розацией, ну и как бы для пациентов с атоничной тусклой кожей в том числе, самый вариант идеальный – это, конечно, лосьон концентрат Нео. Я его сама, как возрастной пациент, люблю в уходе. У него 10% липосомального гидроклицетина в составе, арника, плюс тоже сосудокрепляющие компоненты, и он имеет жидкую текстуру, то есть он не продается в ампулах или в каких-то, хотя мог бы, судя по его концентрированному составу, и то, что он считается именно активным концентратом. Но учитывая то, что он жидкий, продается в таких вот флакончиках с обычным спреем, нанес на ватный диск, протерся, потому что можно прекрасно использовать в качестве тоника лосьон концентрат Нео. Из профессиональных процедур, об этом я подробно говорила в других вебинарах, и, собственно, сейчас не буду много времени этому уделять, но процедурами выбора при работе с кожей с сосудистыми проблемами являются микротоковая терапия. Это единственная электрометодика, которая разрешена при сосудистых проблемах, она как раз наоборот нужна, она улучшает состояние дермы за счет улучшения состояния сосудов, укрепления их стенок. И, собственно, потому что другие электрометодики, где используется миллиамперный диапазон, электропарация, ионофорез, они, РФ-лифтинг, они запрещены при сосудистых проблемах. Как раз использовать можно препараты, такие как гель тонизирующий или гель для сухой нормальной кожи нео. И, собственно, микротоки курсом ежедневным или через день 10, а то и 15 процедур, это очень хорошая такая поддержка для пациентов с сосудистыми проблемами, с куперозом, например, или с розацией, вне обострения. Когда обострение, мы, естественно, никаких процедур не делаем, потому что все процедуры сопровождаются очищением более глубоким, каким-то, допустим, каким-то нанесением энзимного пилинга, чтобы лучше кожу подготовить и так далее. Это все в ремиссии надо делать. Вот, лазерная терапия, низкоэнергетическими лазерами, это можно делать даже в обострении, потому что лазерами можно работать бесконтактно. Это как раз терапевтические лазеры, не те, которые используются для элосомоложения или для эпиляции, а те, которые используются в физиотерапии. И ими можно работать с расстоянием до поверхности кожи 3 мм, точно такой же эффект, что и контактный. Поэтому либо по сухой коже контактно, либо если много воспалений, кожу неспокойно, можно бесконтактно освечивать поверхность, тоже курсом 10-12 процедур, ежедневных лучше всего. Но, соответственно, можно делать и чуть реже, но тогда курс удлиняется до 15 процедур. То есть 3 раза в неделю всего делается, хотя бы 15 процедур надо сделать. Больше 15 не рекомендуется тоже, потому что не нужно перересурс организма очень сильно стягать кнутом, надо дать им отдохнуть. И если нужно ввести, например, сосудокрепляющие какие-то компоненты, какие-то препараты в кожу с сосудистыми проблемами, то мы не используем электрический ток, для этого мы используем ультразвук. Для этого есть прекрасный способ. Это ультрафон форез, поэтому можем или и антикуперозный гель, или гель для сухой, нормальную кожу нео выводить. Именно ультразвуком. 3 МГц, то есть никаких перевернутых лопаток, я думаю, это вы знаете, что с крабером фон форез не делается. Сто раз уже об этом говорили. Но, соответственно, нормальным ультразвуком, 3 МГц нормальные манипулы вводить можно. Поэтому я красным выделила, что процедуры связаны с воздействием электрическим током в милиамперном диапазоне, то есть в том диапазоне, когда человек чувствует покалывание, жжение, у него есть ощущение, приразаться противопоказано. Вижу вопрос про пробиоскин, что лизаты, бифиды и лактобактерии. Дело не в микробиоме кожи, а в том, что лизаты бактерии вообще, вот эти частички бактериальные, они стимулируют деятельность тех микроорганизмов, которые находятся на поверхности кожи. И, кстати, бифиды и лактобактерии тоже могут быть на поверхности кожи. Там на самом деле миллионы бактерий живут. Другое дело, что здесь идет как стимуляция уже. То есть и помимо самих вот этих частичек бифиды и лактобактерии, ну это по аналогии как вот инактивированные вакцины, когда не живой вводится, например, как говорится, возбудитель, а вводятся его части. Те же самые вакцины, от гепатита инактивированной, от полиомелита инактивированной, они тоже представляют кусочки микробов, этих возбудителей. Поэтому здесь, как говорится, идет именно стимулирующий эффект на микрофлору. А как раз пребиотики, то есть это, в частности, в пробиоскине, это инулин и альфаглюкан, как основные такие, хотя фукагель там тоже как пребиотик работает, вот, они как раз являются, ну можно сказать, едой, и создают оптимальное такое, оптимальное условие для жизни, для нормальной микрофлоры. Вот, по поводу межпроцедурного, уже в заключение, да, ухода. Здесь, в принципе, ничего такого сложного нет. Если купероз и розация, да, она не осложнена воспалительным компонентом, находится в ремиссии, то, в принципе, самое главное, это использовать какие-то сосуды, сосудоукрепляющие компоненты в косметике, то есть, мягкое очищение, чтобы было всегда, да, и обязательно защита от солнца, да, то есть, можно схему так вот, как говорится, составить это очищающий гель и лосьон концентрат, это для ежедневного очищения кожи, гель для сухой и нормальной кожи нео, который практически тот же состав, что и лосьон концентрат, имеет, как активную сыворотку использовать, а потом, когда впитался, нанести мультипротектор, а вечером, используется антикуперозный гель, если кожа к нему лояльно относится, к никотинке. Вот, естественно, за кожей вокруг глаз, как правило, тоже дополнительно надо ухаживать, для этого, вот, мне очень нравится наша новая, вот эта сыворотка, крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга, ну, на самом деле, это не сыворотка, конечно же, а крем питательный, хороший, с кофеином, с пептидом, укрепляющим матриксилом, морфомиксом последнего поколения, то есть, очень хорошее средство вокруг глаз, более того, он продается, вот, в таких достаточно больших объемах, то есть, не по 15 мл, как большинство производителей продают средства для глаза 30, и его прекрасненько можно использовать вечером, например, как ночной крем, кому нужно. И, собственно, здесь как раз, если воспалительного компонента нет, можно какие-то дополнительные средства, ну, по показаниям, да, нужно там глубокое увлажнение, возьмем сыворотку интенсив, омоложение нанесем под основной уход, да, или там, допустим, какие-то еще там, миорелакс в область мимических морщин, будем втирать два раза в день, вот, как бы с аргирелином, то есть, есть много вариантов. Если же розация, например, осложнена воспалительным компонентом, но в относительной рибисии находится, то мы можем, как говорится, использовать тот уход, который, в общем, в принципе, характерен для жирной кожи, с исключением того, что тоник я бы все-таки бы оставляла, носион консультант Нео, с сосудокрепляющими компонентами, использовала бы антикуперозный гель, вот, можно локально, да, на те места, где есть покраснение, например, и, допустим, если нужно средство с азолаиновой кислотой, то сыворотка стопакне, ее можно использовать как два раза в день, так и один раз в день, например, вечером, на участке со спалением, что такое на участке, то есть, если есть, грубо говоря, на подбородке два прыща, мы мажем весь подбородок, вот, и очень хорошо работает для проблемной кожи и для, в принципе, папуопостулезной розации со слабокислым PH, средство это пектиновый гель, он очень дешевый, кстати, очень такой простой совершенно по составу, там, цитрусовый пектин, который как раз и дает этому гелю PH в районе между 3,5 и 4, и он хорошо как раз удерживает PH в слабокислом состоянии, то есть, мы на ночь наносим его, грубо говоря, и вот у нас на коже сохраняется кислый PH, что, опять-таки, полезно для нормальной микрофлоры, и 1-2 раза в неделю, если, опять-таки, в ремиссии, да, нет активного спаления, мы можем осуществлять энзимно-пектиновой маской, профилактику гиперкератоза, да, закупоривания пор, то есть, нанести под пленочку на 15 минут, массировать не надо, как вот мы делаем обычно, при антече каких-то уходов, да, а просто положили спокойно, или вообще без пленки даже, вот, и смыть, потом протонизировать кожу, нанести, там стопакне, пектиновый гель, или что-то одно, да, из-за этого то, что назначили. Вот, а что касается розации в обострении на фоне медикаментозного лечения, если вообще не назначена нулевая терапия практически, да, то есть, когда, ну, как правило, нулевая терапия, это все-таки такое кратковременное мероприятие, да, и чаще всего во время нулевой терапии как раз назначаются для снятия активного спарения либо ГКС, либо уже ингибиторы кальциневрина сразу, вот, но если уже дальше мы лечим, то кожу опять-таки надо очищать, очищаем мы ее мягко гелем очищающим, лосьон, концентрат Нео идет в качестве тоника, утром мы наносим лечебный препарат по назначению врача и закрываем все SPF 50, мультипротектор, oil-free, вне зависимости от сезона, вне зависимости от того, светит солнышко или нет, индекс ультрафиолета не зависит от того, насколько ярким мы видим солнце, да, потому что у нас может быть более тонкий над нами в данный момент, озоновый слой, солнце может свои лучи, как говорится, УФА и ФБ, туда, как говорится, на нас испускать, и ультрафиолет будет оказывать свое негативное воздействие, поэтому в прогнозе погоды, ради интереса, можно смотреть этот индекс, и если он больше двух, то однозначно нужно SPF даже при нормальной коже, особенно склонной к пигментации, а вечером после очищения кожи и нанесения лечебного препарата, через полчаса можно как раз нанести сыворотку пробиоскин, который будет поддерживать, восстанавливать, соответственно, нашу микрофлору. По поводу диеты я упоминала об этом в предыдущих наших видео, вот, просто этот слайд сюда тоже скопировала, ну, потому что часто часто спрашивают, да, что можно, что нельзя, на самом деле исследований о каких-то там элиминационных диетах нет прямых, да, что прям вот всем помогло, да, есть немецкие исследования, которые я в предыдущем вебинаре упоминала, которые установили, что, да, 30% их пациентов, да, их выборки, да, улучшились, быстрее вошли в ремиссию, когда им исключили сахар мучной с пшеничной мукой, цельное молоко, ну, соответственно, всю экзотику там, все острое и так далее, понятно, нельзя, потому что это триггеры, да, исключили, соответственно, вот эти вот три вещи и быстрые углеводы, то есть то, что инсулин, как говорится, выработку инсулина увеличивает, пища с высоким гликемическим индексом, не нужна пациенту сразаться, ну, на самом деле, кстати, у немцев тоже есть исследование на тему диет, как сказать, немножко ограничительных, да, с целью снижения веса, и это два раза в неделю по 800 калорий человек потребляет, да, остальное время питается более-менее нормально там, вот, и, ну, естественно, вот, исключает, допустим, какие-то триггерные продукты, которые у него, у самого вызывают у него, как говорится, обострение, например, или вот эти вот, которые уже есть, доказаны, доказаны уже специалистами, что вот сахар мучное с пшеничной мукой и молоко цельное может, как говорится, провоцировать обострение, вот, и, соответственно, калийца можно так тоже корректировать, да, особенно у кого, например, склонность к лишнему весу, может быть, это даже окажется полезным, но тоже пациенты, которым применяли вот такую вот схему, когда два дня в неделю, причем два подряд у них там было посередине недели, там, грубо говоря, понедельник-толик нормально они ели, среду-четверг они ели по 800 калорий, а там 5 суббот-воскресенье снова оторвались, вот такой тоже, такая схема тоже была использована, и есть наблюдение, что пациенты, это как раз на пациентах с розацией такая была схема опробована, и они улучшались более быстро, те, которые были в контрольной группе, вот как раз в той группе, в которой применялась диета, и была, соответственно, контрольная группа, которые тем же самым все лечились, да, но без вот этой диеты. Вот, соответственно, я закончила на сегодня изложение материала, который планировала, вроде как уложилась в положенные, там, полтора-два часа отведенные нам, если есть еще вопросы, задавайте, я, конечно, понимаю, что сейчас перегружен очень интернет, и сервера у всех, и, в общем, может быть, у кого-то что-то пропадало, вот, и будет у нас обязательно выложена, собственно, наша трансляция в YouTube. На всякий случай пишу опять промокод, вдруг кто-то не успел, он звучит. Роза не цветок, по которому... Вот, и по этому промокоду, соответственно, мы все имеем скидочку 10% от нашего спрайса для специалистов, но, соответственно, розница, наверное, от розницы. Само вывоз у нас сейчас, к сожалению, не работает. Вот, очень рада была всех видеть. Пользуйтесь доставками курьерскими, в том числе бесконтактной Боксбери. Есть у нас, мы на Ламоде, Беру, в маркетплейсах всех, там, Вайлдбери, Сазон и так далее. Кстати, там могут быть скидки, ну, может быть, не такие, как у специалистов, но вот для розничных клиентов лучше даже сперва помониторить на маркетплейсах, что там сколько стоит, потому что иногда там бывают скидки такие, что почти как специалисты покупают. Вот. Так что имеет смысл там глянуть, да, что там и как. Вот. И да, да, есть доставка с Вайлдбери. Другое дело, что вот, если вы специалист, да, насколько я, по-моему, специалист, Виктория, то у вас, конечно, вам выгоднее, наверное, со скидкой специалиста покупать через галерею косметики или через нас. Вот, кстати, галерея косметики, она работает, да, работает по нашему прайсу для специалистов. То есть вы там тоже регистрируетесь, как специалисты, и у вас те же самые скидки, которые на официальном сайте, там же и они те же самые дают. Вот. Единственное, вот эту дополнительную скидку 10%, которая после вебинара бывает, там невозможно получить, а это только с официального сайта, если у нас заказывать. Вот. А, соответственно, так, в обычное время вы можете через галерею косметики заказывать по вашему прайсу спокойно, как бы. Вот. И у них сам вывоз удобный, потому что у них магазины расположены прямо рядом с метро, где-то там вот на Китай-городе, ну, то есть... Вот так вот. Скоро у нас, кстати, выйдет интересный препарат с активным липосомальным ретинолом, это так, уже секретами делюсь, ждите. Правда, сейчас не совсем, конечно, он будет актуален в летний сезон, да, но вот с осени будет очень актуален как антиэйдж, который под действую, ну, практически как третинаин. Вот. И сейчас у нас выйдет, прямо уже, по-моему, вышел и чуть ли не есть в продаже, если не ошибаюсь, прекрасный антицеллюлитный гель с разогревающим эффектом, вот, который... Ой, на самом деле у него столько вообще всяких свойств, да, ну, помимо того, что он просто антицеллюлитный, да, и разогревает его, можно и если, там, вот я, например, его использовала, если растяжение какое-то, или там голова болит шею, там нанести на шею, или, в общем, очень классный, очень такой интенсивный у него разогрев, но там не перец, и не метилникотенат, а там такой другой хитрый ингредиент, который не вызывает покраснений, но дает такой хороший, интенсивный разогрев, в общем, обратите на него внимание. Да, кстати, я вижу вопрос, да, по поводу ретинола, там это не совсем отбеливание, отбеливание там отдельно у нас сыворотка будет, да, но она сейчас еще, она уже зарегистрирована, там, как бы, когда просто она выйдет, сейчас не очень актуально, она выйдет, наверное, в сентябре, я думаю, вот, потому что мы ее уже оттестировали с хорошими результатами, там, в составе коевая кислота, там, в составе пептид отбеливающий, то есть такой тоже интересный, для профи, да, ну, с осени выйдет, потому что сейчас не актуально его использовать, сейчас уже активное солнце будет, апрель на носу, вот, соответственно, сейчас вот выйдет наш, вот этот вот, антицеллюлитный, прекрасный, а, вот, вот вопрос, да, интересный, ну, не знаю, там, ребята, может быть, отрежут уже нашу беседу кулуарную, к сожалению, сейчас вот интернет-продаж никак не уйти, и поэтому здесь, как бы, такой момент, да, некоторым выгодно в салоне, да, продавать, допустим, препараты, да, для этого просто ставится цена немножечко меньше, да, чем в общепринятых местах, где любому доступно, но вот избежать полностью того, что гельтек будет продаваться только через косметологов, ну, это практически сейчас нереально, потому что сейчас все живут онлайн, да, вот, поэтому здесь с этим, да, есть какая-то сложность определенная, но поэтому и, собственно, ценовая политика идет такая, что у косметологов достаточно хорошая скидка, чтобы можно было все равно даже с надбавкой, говорится, продавать, и было бы выгодно. Ой, если бы мне еще, Виктория, сказали, что такое дропшиппинг, я бы тогда, может быть, ответила на ваш вопрос. Что это имеется в виду? Напишите мне. Это наши, наверное, маркетологи знают такое слово. Ну, или работники отдела продаж. Вот. Ну, на самом деле, со всякими доставками, может, это вы имеете в виду боксбери и все такое, то, да, это есть. Дроп это капли, шиппинг это послать, но не могу догадаться, что это такое. Вот. Ну, наверное, все, да, то есть, как бы вопросов уже таких больше по сути вебинара нет, да. А, заказывайте, оплачивайте, отправляйте. Да, конечно, ну, это обычно курьерская доставка такое может предоставить. Вы просто указываете адрес тот, который вам нужно, да, что получит другой человек. Ну, у вас через Вайберс тоже можно, может прийти, получить другой человек. Вот, просто нужно его указать, а то у него паспорт спросит и не отдадут заказ. Вот, да, это все возможно. Вот, ну все, я тогда с вами прощаюсь, была рада всех видеть, что вы, несмотря на тяжелые времена, все-таки не забываете про нас, и мы про вас тоже стараемся не забывать. Вот, работаем активно. Вот. А вы имеете в виду, что накладная там внутри заказа, типа, чтобы не видел человек, что это стоит? А, ну, это, наверное, можно обсудить с отделом продаж, чтобы как-то это, честно говоря, не в курсе. Я вот продажами не занимаюсь непосредственно, Виктория, поэтому тут я могу только догадки какие-то строить. Я думаю, это все решаемо, без проблем. Вот. Все, тогда я с вами прощаюсь, удачи, пользуйтесь нашим промокодом, обращайте внимание на наши новинки и на всякие видео, которые, кстати, вот, скоро у нас выйдет на Ютубе влог, который в условиях удаленного доступа я снимала дома, как вообще ухаживать за кожей, если вообще ничего недоступно, и сидишь в самоизоляции. Вот. И, собственно, тоже можно будет посмотреть, поулыбаться. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова